Так, здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». Сегодня мы находимся в Казани, и нашим гостем является Зульфия Гарипова. И сегодня мы поговорим с ней о дзюдо, а также у нас присутствует Владимир Николаевич Вильчининов. А почему он здесь присутствует, вы узнаете чуть позже. Ну, хорошо. Зульфия, первый вопрос к вам. Во-первых, у меня просьба говорить немножечко громче, чтобы у нас схватывал микрофоб. Первый вопрос. Почему вдруг вы пришли в дзюдо? Девушка. Красивая. Да. И вдруг дзюдо, борьба, что-то там кого-то бросать надо, собой падать. Зачем? Ну, честно сказать, когда я пришла в дзюдо, это случайно получилось. В 14 лет у меня отец у нас в газету прочитал, что какая-то девочка там ездила на сборы в Японию. В общем, Косипа Владимир Николаевичу занималась, она по молодежке в тяжелом весе выступала и была в Японию на сборах. И как бы для этого, где ей спогляет схожсть, интересует среди минус спорта. А у нас раньше еще в группировке были, а странно показали, в мое время. И как бы охота была научиться немножко себя защищать. И я думаю, почему нет, и решил попробовать. Сначала пришла в Косипа Владимирович, а там у нее группа бульверских литров на Бурицке. И потом уже в Троговую резерву приехала, у меня первый клиент Резербайдж был. И посмотрела на дзюдо. Сначала смотрю, там парни с девушками борются в парке. Я говорю, я вам, чтобы так бороться, никогда не буду, только если в стойке. И потом уже на следующий день пришла, думаю, надо потренироваться, попробовать побороться, ну, позаниматься. И Резербайдж мне послала с девочкой и послала как бы бродишками. Кидали, 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 кидали. Кидали, там бросок на это, что-то 100 сделали. Утром встать не могла. Отец говорит, бросай перес порта. Он говорит, не твой, встать не могла. Я говорю, папа, помоги мне встать. Я говорю, муж, у тебя он боль. Ну, на самом деле встать не могла. Отец говорит, все, бросайся, пока не делай принципы всего. Меня так просто не сломать. И вот потом стимулся. Потом у нас коллектив очень хороший, дружный. Это какой год был? 90-е, то есть 84-й год был. То есть я где-то в 8-м классе училась. А вообще на ваш взгляд, женское дзюдо, вот так называемое, главное назовем, дзюдо для женщин? Имейте в виду, нужно заниматься или не нужно заниматься, я считаю, что ни один вид спорта сам по себе не портит человека. Все зависит от самого человека, как бы ты себя преподносишь. То есть человек может испортить вид спорта? Нет, нет, но человек, да, смотря как себя преподнести. Вот, допустим, у нас в сборной немало же было девушек, да, очень красиво по-нибудь себе он или преподнести. Но, допустим, шерпы не перекачивались, допустим. Постоянно стремились как бы за своей личностью следить, за собой следить. Как бы стремились не терять морковь, женственности. Я считаю своим девочкам, тоже говорю, девушки, вы все же, прежде всего, девочек не забывайте. И поэтому, несмотря, что как бы мы выбрали спорта мужской, он действительно мужской, но мы должны всегда оставаться девушками. То есть длинные волосы у вас должны были, красиво, опрятно быть, платья надо одевать, и говорю, они всегда же быть в кимоно убывают. И у меня девчонки многие взять, можно сказать, как эти, с обложки, можно сказать, они очень красивые у нас, девушки. То есть спорт не портит. Спорт не портит, я согласен. Тем более, если это спорт в развитии физической культуры и как часть культуры. Да, как часть культуры. Но все-таки вот мы сможем там на борцов, там, мужчин, да, там у них сломанные уши. Ну, не совсем симпатично, наверное, сломанные уши. Ну, бывают моменты, вот мне Бог ударил так, что у меня уж мягкие, либо не по шампу совсем удавали. Я уж боялась каждый раз, лишь бы уши не сломали, зубы не поломали. Все равно уже мы же девушки бежим сразу к зверху, все на месте, все, кажется, нормально. Цел, зубы на месте, на месте. Потому что удар все равно же получаем. Или в данный момент я в Японии поборолась, помню, девушка меня кинула и носом обхотами ударила. Вот как в шраму так было. И прежде всего я думаю, нос на месте, слава Богу, на месте. Лишь бы не испортить нос, а то это операция надо делать. И все же, девушка же должна все равно быть красивой. Вот эти моменты были, конечно. Но не отбивало желание. Но не отбивало желание, просто голову включалось. Еще раз носами и плювало. Ну, пока уже страховалась пограмотнее. Ну, смотрите, многие борцы, мужчины, да, они так говорят, чтобы видно было, что они борцы, а они уши сломанные, значит, все, борец идет. А вот девушке не хотелось показать, что она все-таки занимается борьбом дзюдоистом. Как показать девушке, что она дзюдоистская? Бережете уши, нос, зубы? Ну, дело-то бережем, но, так сказать, я сама не подчеркиваю, что я дзюдоист занимаюсь. Сколько раз помню, я ездила на сбор, это были на соревнованиях, и часто попадались люди, а со мной сидели, я тут, купели, просые ехали там. И в основном люди всегда, этот, удивлялись, говорят, ты какими ты спортом занимаешься? Я говорю, гадать с трех попыток, говорят, гимнастика. Я говорю, ну, на гимнатик шипа не похожа. Сейчас еще, не забывайте, у меня рост, при росте метров 67, я в категории 56 боролась. Сейчас я вешу 70 килограмм, вот, сейчас весу, ну, меньше 40 килограмм, это получается, я в каком весе боролась. Я говорю, ты же миниатюрная, где гибли, что ты дзюдо занимаешься, у тебя же должно быть гора, мышцы, еще что-нибудь. Я говорю, ну, спасибо за комплименты. А, говорит, а второй, угадайте, каким, ну, как они говорят. Он говорит, наверное, говорит, этим, волейболом. Я говорю, ну, у меня рост, маленький, прибыль, ну, это опять же. Он говорит, ну, скажи тогда, какими словами, дзюдо. Я говорю, дзюдо, как, особенно мужчина, тебя на расстоянии держаться. Я говорю, я вас не обижаю, жить в потедельных дней, а как так уходил. Ну, ни один человек не угадает, что дзюдо занимаешься, не знаю почему. Начали занятия дзюдо в Казани. Сейчас такое временное, как бы сразу перемещаемся в Японию. Разница занятий дзюдо в СССР и разница занятий дзюдо в Японию. Вы ощутили разницу? Ну, честно сказать, сильно ощутили разницу. Во-первых, по тренировочному процессу самому, и во-вторых, по стилю работы. Если взять, допустим, еще потом, не забывать, наверное, по стилю СССР с Россией сравнить с городом, это уже совершенно по-другому понятно. При СССР школа сильно была. И то есть у нас, получается, же 15 стран, как сейчас образовалось, так ведь? Грузия, Азербайджан, Каджикистан, все же, как бы, при СССР же были. И поэтому конкуренция очень жесткая была. И совсем, как говорится, лучше попадались. И чтобы попасть на чемпионат мира, у нас не было, чтобы два человека отбиралось. Да, то есть, да, только один человек отбирался. А чемпионат мира проходил раз в два года всего. Не каждый год. То есть у нас чемпионат мира был и куб мира, да, это проходилось, не ошибаюсь. По крайней мере, чемпионат мира один раз был. И поэтому, как бы, очень жесткая конкуренция была. И тренировочный процесс у нас тоже очень жесткий был. Но в Японии, когда приехал, стили чем отличается? У нас были такие понятия спад и подъем нагрузок. В СССР, я помню, у нас в понедельник тоже всегда сильно нагрузки были. Там есть сильные борьбы, особенно. В среду, как бы, средний разгрузочный день был. В четверг, пятница, обратный мощный нагрузочный день. В субботу, как бы, игровая, сауна и в воскресенье активный отдых у нас. В Японии у них сборы проходят 10-дневные обычно, дневные сборы. 10 дней, максимум, 14 дней. Это сам производитель 14 дней, обычно 10 дней. Но у них нет такого подъема спада, у них прям одну минуту все идет. То есть практически без отдыха. И когда мы приехали в один университет, помню, у меня тогда породило, у нас тренировки обычно самые большие 2 часовые, наверное, говорят, да, или тренировки? Ну, да. Проходили 2 часовые максимумы, а самые короткие тренировки, наверное, час-полтора часа, да, вот так, в зависимости от этапа подготовки. Когда я туда приехал, у нас зарядка только была часовая, и зарядка в 6 утра. То есть это меня уже смутило, в 6 утра, а у нас, как всегда, пол-восьмого будет, да, зарядка где-то вот так? Тут же 6 утра уже зарядка, тут же нагрузка идет. Вторая, первая тренировка в 10 часов. В 10 обычная, полтора часа отредка была, обычно 2 часа, где-то 12. И следующая тренировка, когда-как, либо 2 часа, либо 2,5, либо 3,5 часа. Все зависит, куда, как тренер скажет. Я вот в один университет, забыла название, я падать не буду, мы приехали на сборы, он самый старинный университет, может быть, знаете, наверное, это в горах находится, в горах находится университет, там был один, и мне удивительно было, это один из самых первых года сборов были, когда мы попали туда, то есть у нас тренер туда привез, и там, получается, в горах сборы идут, тоже ванно встаем, утренняя тренировка. Утренняя тренировка у них очень много взрывной работы, то есть на зарядке, так же могут они, 60 метров, 100 метров, и взрывных очень много людей, ускорение делать очень много. Потом один день, допустим, с ускорением работы, второй день, может, в горы забегание быть, то есть минут на 40 вот это в горы, прям на по 2 бежишь, потом спускаешь. И кроме этого еще потом еще тренировка часовая есть на ковре. А у них там интересно, вот в университете был, на первом этаже, эти, художество было, а на втором этаже вид спорта забыл, спалки не такие. А, кенды, кенды, да, знаменитые. И а кенды у них же одежду не стирает, и в результате получается этот, а кимоно мы каждый день стираем практически. И японцы, они заставляют каждый день стирать кимоно. То есть максимум через сутки, это самый нижний срок. А так, где берешь кимоно, стирку, второй кимоно там берешь, то есть мы занимаемся. А кенды у них, это, так как, одежду не стирает. В результате со второго этажа запах на наш этаж шоу. И мы так и мимо этажа пробегали быстренько иногда на свой зал заходим. И там тренер, у них тренировал самый, как по один из старых учителей школы. У них было интересно, вот прям по гонкам, не как у нас титудомеры, прям бам-бам, по этому, как барабан. Идет, и там, получается, нагрузка сильная была. На три с половиной часа нас нагрузили. Я думаю, когда это, кимоно побегая, а немножко знала, когда спад тренировок будет. А что такое спад? Ну, спад, это нагрузка уменьшает. Какие нагрузки уменьшают? Только повышаете, у меня спад. Ох, я такая, все, думаю, попал, думаю, все. И смотрю, такой удар был, такой мой, буш. Такая, блин, а что такое? Смотрю, оказывается, тренер своего воспитанника, по старым традициям, бам-буху палочку, он им по порту ударил, что-то как-то. А он, ну, ровесник, считай, что, ну, когда в по тем временам 22, может, 23, мужчина, можно сказать, тем более, одного лица утром, он на колени упал, снижается, я все понял, больше не будет. А у меня в глазах такая мысль, и у нас почему-то он находился на расстоянии, довольно длинном расстоянии, там, крикотами, на данном конце, и мой взгляд поймал. А у меня мысль такая, думаю, блин, палку, наверное, сломали, если меня ударили. Вторая мысль. Ответки не могу дать, пожилой человек, и тем более, хожусь там, это сенсей великий, что мне делать мысли? Он так улыбнулся, палку убрал, пока мы там все эти дни находились, он ни разу не передрагивался, улыбнулся, так и посмеялся, типа того, ну, ну, палку распрятал. Хорошо, а вот смотрите, мы знаем, что в чудо есть техника, непосредственно привязанная к радури, да, а есть так называемое направление ката. Вот когда вы три года проходили, так сказать, обучение, тренировки, боролись в Японии, в вашем тренировочном процессе использовались ли ката? Вот в моем процессе, сказать, мы на профессиональном уровне, мне предлагали сдавать экзамен, чтобы я получала поиск такой, с внутреннего уровня, то есть да, получала либо в Японии, либо в Кер, вторую, за три года я могла где-то в год по два раза мне разрешали сдавать, а так в год всего по одному сдаче, кажется, дает даже, если бы, если бы, вообще, говорят, два года, одну сдачу дает. Ну, там все расстройки. А мне как-то да, мне они шли навстречу, потому что еще и приравнивали, что мы на соревнованиях на фон 3 страны выступаем, и тоже количество победы, тоже как приравнивалось. И они ей предлагали, а вообще, сказать, у меня ошибка большая, наверное, устаешь на мой урок, а еще учить каты, честно говоря, для меня это было лень. Я как-то, вот сейчас я говорю, сожалею, назад время вернуть, я бы, наверное, изучала бы эти каты, все равно это нужно. А я отскочила от темы, я говорю, спасибо, я нашей полской полуфамации, говорят, мы сами заплатим, не переживай зон, давай все же, у нас живешь все же, традиции наши. Я говорю, я как борюсь? Они говорят, хорошо. Я говорю, правда, вопрос с какими-то людьми, типа того, не затрудни как. Но, к вашим словам, я уничтожила с детьми, когда работала, я поняла, что на издачу кем нужны у детям, потому что, как вы правильно говорили, как из-за вас, мы задаем, не всем быть великим спортсменам, а люди должны знать технику. А у нас сейчас, как мы сегодня говорили, соревнования же, мы уже видели, проходили, в общем, они неправильно заходят на приемы, идет и приводят к травматизму. И для этого, я считаю, нужно уметь знать приема определенный, притом правильно выполнять, качественно выполнять. И вот система КИО, она для детей, я считаю, неплохая система. То есть, когда я начала с детьми работать, у меня дети стали сдавать на КИО. И многие вещи, они шли знать название приема, уметь выполнять их. А раньше, когда с детьми работали, у нас многие не умели. Вот как-то власть нас обещал, взял там бедро, бросил бедро там, бросил все, когда он говорит, на силу. А саму техническую работу не давали. Вот первую сборку, когда я приехал, и мы даже на сияльце рассказывали. Мне говорят, что сделал такой-такой прием зацеп. Я говорю, покажите, а ты еще не умеешь? Нет, не умею. А как ты выиграла первенство России, то есть не Россия, да, Россия Трудовая Резерва. Как ты могла выиграть первую степь, если ты не умеешь? Я боролась. Ну вот боролась. Я боролась. Я сплавал, выиграла, выиграла, говорит. Ну чисто, чисто, говорит, вопросы есть, говорит. Нету, говорит, ну, говорит. А этот прием знаешь, тоже не знаю. А этот прием, а что ты знаешь? Я говорю, бедро, заднее подножье там, еще подклады могло. И голени. Ну, 4 приема максимум знала. А приемов уже много. И считает, дойти до этого уровня, и знать прием, я считаю, это стыдно. Для меня было бы стыдно. Вот тогда не обучали у нас этому, а сейчас вот у детей большой объем, то есть мы им даем возможность изучать все это. То есть это плюс, я считаю. Ну, вообще, вот эти три года пребывания, я так понял, что вы одна из первых, или, может быть, даже единственных советских или российских спортсменов дзюдо, которые в профессиональной японской команде боролись. Ну, да, практически. Контракт был на два года, предложили третий год. Третий год я выполнила контракт. И потом на четвертый год предложила. Но я сказала, приходила, просто сказала, приходи, смотри, если это датанировка закончится. Японцы стали понимать, что я уже устаю. Не того, что они не гостеприимные, народ очень гостеприимный, народ очень порядочный, как говорится, слово держит. Но у меня охота была выступать уже на уровне, как бы, мирового. А по контракту мы на крупные соревнования только внутри по нему уже выступать были. И единственное, я разрешаю на футоку выступать. А так уже более таких моментов нет. А кто еще в то время, помимо вас, были легионерами? Легионерами из России? Ну, вообще, если взять, допустим, когда наш клуб создавался, двух китаянок была с Северной, потом они две из России, а остальные японки были. А кто еще из России? Северная, не Россия, СССР была. Северная она так и была. А она откуда? На Украине, да. Сейчас, говорят, это не поп, там, кто принимал бы, кто очень так это делает. Ну, вот в том клубе, в котором вы выступали, до сих пор существует? Существует, на 11 лидеров. А вы связи поддерживаете, нет? Связи практически у меня одно время потерялись, но потом получилось так, что и в Фейсбуке все равно, что система такая, как говорится, граммная. Через систему Фейсбука вышли люди, которые мы в одном клубе тренировались. Есть и японки, да? Японки, да. И как была связь поддерживаем. То есть, переписываемся. Они все время говорят, когда к нам приедешь. Я говорю, я бы приехала, было слишком долго, поездка, еще не дорогая. То есть, для нас тренировок это слишком очень долго. А чем они занимаются? Вы прослеживали тоже тренерской деятельности или совсем не было? Некоторые тренерские деятельности, некоторые руководители, подаватели в университетах работают. У нас с дзюдо связано? Ну, да, практически с дзюдо. Там есть одна девочка, она уже после силы не жена. Сегодняшнее женское дзюдо отличается от того дзюдо вашего времени? Ну, как бы относительно сказать, по уровню технического отличается, но взять, допустим, многие говорят, что якобы сейчас тяжелее, чем раньше было. Я говорю, ну, в Японии как раньше был, так и есть. Я говорю, три года уже была там в Японии, боролась, значит, говорю, уровень как бы не уменьшился, не улучшился. Как бы, в плане того, чтобы объяснить грамотно. Ну, я считаю, везде свои плюсы есть определенные. Раньше, допустим, у нас были очень много бросковых приемов, которые мы за ноги могли брать. Очень сложные приемы выполняли. Сейчас много чего убрали, то есть прием ниже корпуса нельзя. Если я, допустим, делаю даже бросок, могу взять случайно за кимоно ниже пояса и выполню бросок на Японию, и взять на кашу шипа. Нет, это понятно, это правило, которое касается и мужчин, и женщин. А я вообще говорил, допустим, отличилось ли на ваш взгляд, вот так, визуально, женское дзюдо там вашего периода и женское дзюдо сегодняшнего. Насколько вот дзюдоистские стали отличить, допустим, они стали сейчас вот слишком, слишком вот такими, слишком, можно так называть, мужеватыми. Или они, или нет. Ну, а среди них тоже есть, среди наших сборных живота и более женственных, то есть их как бы вот так сохранилось. Но, может, техническая база, так сказать, более скоростная стала. Все же, как бы, мы пришли туда заниматься, женский зубы только начало развиваться, еще опыта у многих не было практически. То в этом плане, может, и в технической базе, то есть скоростной базе, больше приемов сейчас стали делать, разнообразить техно-тактическая борьба, может, улучшилась, я не сход в данный момент. Ну, если взять, допустим, вот, и пресс-серил, я боролась в Японию, поехала, вернулась сюда, то есть мне не хватило, так сказать, как объяснить, не в обиду нашей российской сборной, мне не хватило этого, ленивый стал, когда с тобой приехал. То есть в Японии там более жестко работают, а в без отдыха ты себя не жалеешь, и при том себя начинаешь жалеть, и понимать, что японцы так же, в таких же условиях, как и ты. И про себя думаешь, что ты себя жалеешь, они же в таких условиях. Ну, вы же на контракте. На контракте. То есть, хочешь, не хочешь. Ну, не только на контракте, контракт можно подорвать. Просто в принципе того, что есть такое самолюбие, когда мы лидеры, мы не хотим быть кто-то другим, мы хотим лучше других. И поэтому начинаешь стремиться как бы убрать, и марку свою одержать. Если я бы считалась, как бы, команду один из лидеров, и на меня ставки стали, у нас же как командные соревнования были, тройка на тройку, либо пятерка на пятерку. В основном тройка на тройку. Тебя могут поставить либо первую, либо середину. Если один проигрывает, двоим обязательно надо выигрывать. Если мне стоять в середине, беру проигрывает, я сто процентов должна любым путем выигрывать. То есть, ответственно, свыше стоит на тебе. И ты начинаешь уже выкладываться на все сто процентов. И там, и слабим к себе не даешь. То есть, у меня плечи все равно выходили, их не интересует. Это хоть не троймер, не троймер, но борис, главная задача победы. И они это ценили. А у японцев, они уважают, как сказать, когда видишь, что ты пашешь, работаешь на сто процентов, и видишь, что ты лидер, лучше. Они для тебя все сделают. Вот я, допустим, когда чемпионаты выиграли, они в любой ресторан могут повезти. Что хочешь, заказывай, могут дезольный, какой-то отдых сделать. Что ты хочешь, пожалуйста. Я вот один раз сильно устала, они поездку домой тоже дали. Вот как мы выиграли соревнования, нам сразу поездку на давали дали. То есть, они умеют пошлять, могут заинтересовывать. Премиально хорошие давали. То есть, они дают то, что ты только паши, выигрывай, и все для тебя будет. Надо кимоно еще, пожалуйста, кимоно. Надо спортивный форум, пожалуйста. Надо там какие-то специальные мази, пожалуйста. Все, что хочешь. Только побеждать надо. В России вернулась у нас, получается, но там надо пахать сильно. В России вернулась, у нас немножко нагрузки намного ниже было. Я уже понимала, зачем ее пахать, когда я так не устраивала. Мы начинали немножко слабенько себе давать. И вот эта слабенько меня погубила на Олимпиаде. Практически, я же, ведь, первая встреча, которая вышла на китаянку, я же, думаю... Так, для наших зрителей, Зульфия Гарипова, участница Олимпийских игр в Атланте, да? Да, в Атланте. 1996-й год, мы подумали, 1996-й год, ну, как это было? 1996-й год, весовая категория 56 килограмм. Седьмое место. Седьмое место. Ну, давайте вкратце нам расскажите, не знаю, интересно ли будет вообще кому-то про Олимпиаду. Ну, все равно. Нет, я просто, я просто к Олимпиаде почему-то рекомендую, что в плане того, чтобы, если я пахал бы, как вы говорили, в Японии, я бы Олимпиаду не проиграла бы. Нет, я не знаю, я ничего не говорю. Вы говорите, как вы говорите? Мы сказали, что там нагрузки были большие, и мы застремились справляться с ними. Сюда я вернулась, немножко начала расслабляться. Переемочный процесс, где-то немножко себя оживить. Уехали в Японию в каком году? В 91-м. В 94-м вернулись. В 94-м вернулись. И сразу начали готовиться к Олимпиаде, уже понимали, что поедете. Нет, не готовился к Олимпиаде. Приехал на Россию, на Россию стала второй, попал в сборный состав обратно России. И уже по турниру начали выступать. По 95-м поехал на Олимпиаду, на Олимпиаде стала седьмой, отобралась на Олимпиаду. Третий тоже. Восьмерка? Восьмерка. Да, у нас восьмерка попадала. И уже после этого знала, конкретно уже шли, мы по определенным установкам. И что получилось в этом видео про Олимпиаду? Ну, что получилось, что в плане того, что китаянка вышла, я два раза выигрывала на международном соревновании. Я думала, так, это прохожу, то прохожу, это прохожу. С Гонсальд зовут в финал, встречаясь даже если проиграю, зато проеду. Ну, все, распад хороший, нормально. Пошла печать. Начала бороться, начала бороться, а тогда обратка уже не защитывалась. То есть с колен, да, с колен братская девочка же обратка идет, защитивайтесь в сторону. А там, получается, раньше не защитывался. Получается, заходит соперница с колен, а я этот, кто пытался на удушающую, петлю закидываю и ухожу в бок. В результате идет как обратка, и пол в ту сторону. Я все уже пролетаю, потом две встречи поигрываю, потом Ханты проигрываю. С обещанкой вышла чемпионкой мира девочкой. Преобразили. Считаю, что и проиграла, и я встречу, как бы, Ханты. Один туда, один сюда, и с удушающего подняли. Как бы, и результате Ханты туда ушел. И стал только снимать. И, то есть, к чему говорю, если бы немножко себя не щадило, больше похвал, был Ханты, это же мяча, то функционально я могла бы выиграть эту встречу. А мне функционально. Но здесь, получается, видите, не совсем, может быть, не так. Ну, не знаю, на мой взгляд, вот вы сказали, вы залезли на удушающий, да, и сами свалились просто. Здесь, как бы, опять, техническая, тактическая, так сказать, или произошло просто непонимание вот правил, да. Вы, как бы, проиграли не потому, что вы не пахали. Ну, это первая встреча. А потом уже, получается, за третье место, и нужно было функционально выдавить девочку, выиграть ее. А мне функционал не хватило. Нет, ну, у вас же медаль-то уже была. Вы же сами сказали вначале. Вы приехали, уже все, медаль есть. Это проиграть. Медаль еще раз. Зачем бороться? Поэтому, я говорю, нельзя так рассчитывать. В Японии за три года я никогда не рассчитывала. Это выигрываю, то выигрываю, это выигрываю. У меня всегда был расчет, тихо, на каждом надо справиться в рамках. Станбайска. Да, на каждом настрое идет. И в Японии нельзя проигрывать. В Японии нет понятий в тишу. Там в Японии дергают финал, как у боксеров. Завод финал проигрываешь, становишься третий. Чисто олимпийка, да? Да. Если первую игру проигрываешь встречу, это в командах публичных так же. В первой встрече проигрываю я, и все, полетаю. У меня шансы вне падают. И что потом? После олимпиады? После олимпиады. После олимпиады закончила, потихонечко поехала на сборы, и у нас сбор получил травму и закончил спортивный подъезд. Ну, смотрите, на тот момент, я так понял, значит, это, если 96-97 год брать, это, значит, Петрова Ильяна, да, 92-й год, призерка олимпийских игр. И вот еще самый, как бы, ну, такой лучший результат, это у вас 7-е место, да, или еще у кого-то. Но потом была бурлета в любое. Ну, это бурлета в любое, ну, 2000-й год. Нет, ну, я беру, вот, допустим, 96-й год. Да, то есть, как бы, вот, вы, тех, ну, то есть, одна медаль, и у вас одна медаль в уме, значит... Опыт есть. В Японии были не один год. В СССР были. В России были. Почему не в сборной? Почему не тренер сборной? Ну, в свое время, почему Рафин у нас предлагал в свое время тренер в сборную? Ну, я с ребятами занимался, и для меня понятие было желание, чтобы именно из-за Тарстана уже с вами ребята выступали в моем сборной, побольше было, то есть, людей. То есть, у меня мечта была воспитать воспитанника, который обошел бы у меня по результатам. Вот это, как говорится, мой менталитет, вот эти мысли бесспорно охотятся, это меня тормозит мощь, а это. То есть, предложений было немало, уехать из Казани. То есть, приглашать в другие места. Просто, у меня охота была именно, чтобы в Татарстане свои были спортсмены, которые вот именно мои воспитанники дошли до высоких результатов. Получилось? Пока не очень. То есть, у меня первое поколение, которое мы вот говорили, же самое четвертое поколение считаемся. То есть, у меня ребята я доводила от уровня КМС до мастера спорта, и у меня были два человека сборной России до 23 лет, когда у нас нет. То есть, сразу я довела, а потом получилось там свои моменты тоже. Говорится, у меня мать легла, а мальчишке надо было продолжать. А я говорю, я же с тобой в данный момент у меня мать смесу, там я на тебя финансы тратить как бы не смогу. Он говорит, мне может самому выбирать свою жизнь. И он ушел, у меня мальчик один на этот. Не понял, подождите, то есть, не понял вопрос. Не, 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 это я понял. Вы сказали, там, свои финансы на тратить, я не понял. Нет, у нас мы все равно... Вы тратили свои деньги. Вы, 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 спортсмены, любой тренер, он все равно вкладывает в себя в спортсмены. Зачем? Почему, зачем? Вот представьте, у вас, допустим, спортсмен тренируется, из-за него малообеспечена семьей. Ему, грубо говоря, есть не на что, ну, допустим, нечего, допустим. То неужели ты что-то минимуме сделаешь? Нет, ну вы же, нет, вы же не на улице живете, вы живете в Российской Федерации. Одной из самых богатейших стран в мире. Республика Татарстан, одна из самых богатейших республик в Российской Федерации. Нет, это сейчас, я говорю, ситуация была до этого. В данный момент немножко, как говорится, тоже... Все вкладывают, все вкладывают, до сих пор вкладывают. Допустим, суточная одна сумма денег. Вот у меня мальчишка был один тоже, уже второе поколение, первое. Он у меня тоже был, у него мать раком болела. Отец тоже работал по расстрелу, тернастрой, не на стрелке, а этим охранником работал. Это уже, а суточным там давали, ну, сколько, 200 копейками же, да, там вообще суточные маленькие были раньше. Ну, в общем-то, небольшая сумма денег. Ну, в общем, смешная сумма денег. И он пошел покушать, аж 90 килограмм мальчик под 100. Организм растущий, ему все 18-18 лет. У него вот это суточное на один завтрак хватает. 100 рублей. Поэтому режим на него не будет тратиться. Амар Хаям в женском облике. Это я недавно фильм смотрел про Амар Хаяму. Это все тратиться, честно. Ученик сидит такой, и мама приезжает к Амар Хаяму и говорит, что-то я не понимаю. Амар Хаям, обычно ученик платит учителю, а тут ты платишь ученику. Кто, где подвох? Ну, спорт высокие достижения, ты всю жизнь так был и будет, когда ты будешь в него вкладывать, спортсмена. Если спорт, то ради денег, у нас две бывают сейчас кондикции, кто спортом занимается. Если ради денег, то, конечно, я так могла бы сделать. То есть деньги получаешь, у тебя никакую головную боль на соревнованиях возить не надо, это не надо, это у меня мальчик самый лучший. Зачем вам вкладывать деньги в человека, который даже не ваш родственник? Хороший вопрос, да? Ну, не спорю, а зачем вкладывать деньги, тогда лучше вообще тренинской работой заниматься. Почему? Ну, вы же вкладываете свои знания в него, зачем вкладывать в него деньги? Ну, если в него спортсмен не будет вкладывать деньги, он у вас будет невыездным. И будет, как говорят, на уровне Татарстана или на уровне, допустим, города Бороц. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок дальше продолжал, и действительно серьезно карьера делает, вы хотите и хотите, он будет вкладывать. У нас очень много трениров, которые, грубо говоря, они и кормили своих воспитателей. Хорошо, зачем вкладывать, чтобы он показал спортивный результат. Живут у них даже сейчас, которые тренируют. Такое ли было? Это очень много. Кто профессиональный тренировок, это будет. Ладно, этот вопрос мы оставим за кадром. Бьется, бьется. Ну, вот все задают вопрос, не пойму. Вообще, разговариваем с Жильфиой Гариповой. Сидит с правой стороны от меня или с левой стороны от нее Владимир Николаевич Лещенинов. Чего сидит? Вообще, зачем он там? Это он так чего? Жильфи, а вообще, скажите хоть пару слов, кто это за человек? Мне интересно. Сейчас он и до меня добивается. Владимир Николаевич, один из лучших у нас тренировок. Я еще когда у молодежи на сборной была, который тренинг для меня, он как кумир. Потому что очень много, как говорится, и броскового техника, и техотоптической работы. Вот он нам показывал, как говорится. И при том, он граммно все объяснял, как надо правильно делать броски, и как правильно приемы ставить. Он со мной был еще большой толчок давал для нашей деятельности тренировочного общества, ну как спортсмен. Молодая, неопытная была, как говорится, с Казани, как у нас раньше любили казань, как называют? Казанские сироты приютили. А здесь пожалели казанские сироты. Приютили, да. Приемы показали, немножко объяснили, как что надо, захват срывать, как работать. Получается, Владимир Николаевич был вашим тренером? Но в сборной, да, он был с трудовым резером. Вот это поворот, вот это поворот. Не, мы немножко так с юмором, конечно, ну а что? Ну дзюдо же это просто. Вот, поэтому, так сказать, дзюдо это весело. Дзюдо это гиппорт победы. Просто это звучит давно, конечно, с удовольствием, по-моему. Я, получается, могу... Хорошо, Владимир Николаевич. Первым тренером женской сборной России был как раз. Я просто хотел, чтобы я сказал это про вас, а не вы, в России. Владимир Николаевич Чеченев возглавлял первую сборную России под дзюдо, да? Женскую. Женскую, женскую, так сказать, у колыбели стоял женского дзюдо. В 83-м году началось развитие женского дзюдо, год с 84-м я поставил. Хорошо, Владимир Николаевич, охарактеризуйте, пожалуйста, вашу воспитанницу. Ну, в принципе, все красавицы. Я всегда воскричался, зули, я всегда формули, вот, большие, крупные, красивые, глаза на все лицо там буквали. Вообще, у нас вот дело, что в сборной были все красавицы, да, зули. Очень много таких санкт-петербург. Я, кстати, когда меня попросили заняться женским дзюдо, был немножко против. Ну, я был по пологе там мужского дзюдо, у меня ребята хорошо боролись, мужчина, а тут попросили еще женское дзюдо вести. Но потом стал, как-то нашел оправдание для них, не для себя, может, а больше для них, потому что, ну, они хотят, их же не выглядят, что-то им нравится, им нравится. В чем, действительно, многие дзюдо настолько красивые, думаю, зачем? Ну, пришла дзюдо, чуя, прежде всего, такая, крутая. Вот. Команда, вот, это, в принципе, первая команда вообще России у нас, получается, и педомастер спорта у нас была, кстати, Таня, Таня, Таня из Перми, жена Дина Сергеевна, забываю эту фамилию, ну, девичью. Да, я понял. Да, то есть, мы в Труда Восстанте создали очень мощную команду, именно по женщинам, потому что мне помог мой руководитель, Миталик Савчатова, он был заслужим тренером, мастер спорта международного класса и судьбе межрадной категории, то есть, он знал спорт от и до. Я, когда пришел к нему, я говорю, Миталик, Алексей, вот сейчас женское дзюдо у всех один, стартер позиции, в югар, вот, надо сделать вот это, вот это, вот это, и он пошел мне навстречу, и мы буквально за год оторвались от всех. Девчонки знают, призер трудовых резервов, это, как правило, призер Советского Союза. То есть, мы действительно очень здоровы, за счет организации, системы отбора. Прежде всего, вот, девчонки знают, я всегда был сторонником чисто спортивного принципа, у меня никогда не было любимчиков. То есть, я всегда говорю, ребят, вот на татаме, уясняйте отношения. То есть, мне не надо было там, как-то со мной дружить особенным способом. То есть, я говорю, все вопросы решают на татаме. Я говорю, настолько была география разбросана, что вот сейчас такого уже нет. Вот, например, у меня была чемпионка Союза из Пскова. Вы когда-нибудь слышали, дзюдо из Пскова, помнишь, Наташа? Вы вообще когда-нибудь Псков слышали? Наташа Яковлева, я даже помню ее. Девушка в тяжелом весе в Левевом Союзе из Пскова. Больше вот, как-то почему-то нет вот такой большой географии, которая была у нас в России. Пир, Челябинск, Казани, Уфа, там, там, по всей России, в принципе, назвали. Владимир Николаевич, вот, смотрите, у меня вопрос. Ну, я спросил немножко охарактеризовать Сульфию, да? Вот. Ну, понятно, что вы как джентльмены обошли стороной это. Про красоту сказали, это все понятно. Ну, вопрос. Ну, почему? Вопрос. Вот вы сказали сейчас, есть возможность, да, своему руководителю, что вот так, так, так сделаем и разовьем дзюдо женское. Вот смотрите, в 83-м году начали развитие женского дзюдо. Буквально через полтора года будет, по сути, 40 лет, как развивается женское дзюдо в нашей стране. Ну, в Советской Союзе, в России, и так далее. Четыре медали только с Олимпийских игр, ни одной золотой. Ты знаешь, вот когда... Это Петрова, Бурлетова. Нет, 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 Дангузашвили и Кузютина. Не Кузютина, еще ведь это у нас живется в тяжелых. Лена, Лена, это... Ивашенко. Ивашенко. Призерка Олимпийских игр? Нет. Нет, она не была, ее не взяли, нет. Ее не взяли на Олимпиаду, она призерка мира. Четыре медали. Четыре медали за 40 лет практически. Четыре медали, ни одной золотой. Ром, я тоже знаю, что могу добавить. Вообще у нас специалисты... А как вы говорите, ну, земля русская, как говорится, полна талантов? Я не полна русской. Вот она может подтвердить это. Понимаешь, у нас всегда коллеги, мы считали, вот это женское звездо, много страдает. Там менялись тренеры буквально каждый год. Если посчитать, сколько тренеров, вот с того периода, с 84-го года было тренеров сборной России, там, наверное, было человек 20. Но некоторые даже иногда возвращались заново, там приходили. То есть как-то вот не смогли именно организовать, найти хорошего менеджера, организатора, чтобы именно поставить женское звездо как надо. Я вообще считал, например, когда начинал женское звездо, считал, что наша русская маска, которая остановит коня на скаку, войдет в горячую избу там и прочее, должна выиграть и всех. Но не получилось, ты понимаешь. Хотя я считаю, что здесь именно вопросы и тренерские кадры, и развитие женского звездо в самой России. Ведь во многих республиках, городах вообще нет женского звездо. А закон философии гласит, количество переходит в качество. Для того, чтобы все-таки приняли хорошие, сильные печерки, ну, конечно, не надо массово раздевать женского звездо. Вот у тебя сейчас много девочек занимает? Мало. Вот видишь? Причем девушки, я понимаю, как там мужчины, женщины, девушки не хотели идти. А они даже вот такой замечательной девушки и спортсменки, мало. То ли, не знаю, рекламой заниматься надо, там, пропагандой какой-то. Одним словом. Хотя мы с вами взяли тем, что нормальный количественный девочек, чем можно заниматься. Нормально это когда, как есть, как есть такая, тоже с точки, как вы сказали, философию сейчас возьмем. Сейчас наш разговор запустим немножко философии. Когда множество становится кучей. Чуть-чуть в другую сторону. Не в сторону, Катя, в сторону. Кто-то вот такой вопрос задал. То есть, получается, у нас множество, и за одну кучей это когда уже конечный результат, то есть получение, ну там, олимпийской медали. Вот у нас есть множество талантливых девушек по всей России, в разных республиках. Вот где вот эта вот одна горошина, которая даст позволить этому множеству, наконец-таки, стать кучей. То есть, ну, я имею в виду кучу в кавычках, да, вы понимаете, что в которой принесет результат. Вот он, долгожданная, допустим, для Российской Федерации взломатая медаль в английских играх. А не четыре медали за 40 лет. Ну, в качестве работы, в качестве тренировки. Сейчас, в принципе, за счет того, что... Вот перед нами сидит Зуфия Гарикова. Опытный человек, прошедший три школы практически, изучивший в каком-то смысле, да, советскую, японскую, российскую. Почему не смогли замотивировать человека отбросить мысли Зуфии о том, что она хочет сама воспитать, так сказать, да, с нуля? Почему не замотивировали? Почему этих людей не привлекают ни в качестве экспертов, ни в качестве... Ну, да, любой бурлетовый сейчас вроде, и Тейдер, и Музашвили, да, их привлекают. Ну, Ира Родина. Ира Родина, да. Один из пальчиков мира по самбо, и наш спорт международный класс, она владеет на сборной, да. Но нужны же не только медалисты, нужны те, кто может... Как-то это... Ладно, в общем, это вопрос, наверное, трудный. Нет, вопрос трудный, честно говоря, я не знаю. Давайте тогда так. Олимпийские игры на носу. Ваше предположение, кто из женской сборной России может, наконец-таки, удивить весь мир и принести Российской Федерации с золотой медалью на сегодняшний день? Вы срочно не так не любите. Не говори, как на все. Ну, честно сказать, я бы на золото не поставила на положение. Я тоже. Хорошо. На какую медаль кто может? Может. Ну, вот так реально, претендарь. Кузютина может, да? В тройке. Можете следить за счет своего опыта в тройке быть? Кто еще? Дома Гуршинева. Ну, конечно, нет. Если честно, скажем так. Хотя, в юге есть не плохие, но вот Олимпиада – это совершенно другую уровень борьбы. То есть, не международные соревнования, а также не Европа. Туда приезжают люди, которые готовятся, ресурси набирают, и выкладываются на все 100%. Даже на мир, как люди не готовятся, как Олимпиады готовятся. Рома, ну, вообще, статистика показывает простую вещь. Вот берешь мировое время, да? Вот если есть у нас там в тройке люди, как правило, вот эта статистика показывает, что те, которые там в первой тройке, они как раз все эти люди борются за медали. На чемпионатах мира и на Олимпийских рейдах. У нас таких девочек, в принципе, сейчас нет. Кузютина вообще на душе делали там десятки. Ну, в десятки еще мировой рейтинге сейчас смотришь, можно еще зацепиться, а дальше идут уже нет. Ну, ладно. Бог с ним с этой Олимпиадой. Давайте тогда так. Советы давать тяжело? Нет, я вам хочу тогда сказать, но на количество и качество работы. Взять, допустим, если взять у нас Россию, вот многие из Бахида, почему в Японии вот такая стабильность идет по результатам и так далее. Я говорю, почему в России у нас же много талантов, которые выбирают людей, почему мы не можем так стабильность достать? Я говорю, потому что там работает вся система. Мы иногда бываем, копируем систему, я вижу ее, но до конца не понимаем ее. Япония, допустим, занимается около 5 миллионов из нашей власти. 5 миллионов, представляете, наоборот занимается. Россия, если не ошибаюсь, 300 тысяч занимающих где-то так, где-то. Разница ощущается? Да. Тем более у них в школьную программу входит. Вообще в 20 раз. В школьную программу в дедок входит. То есть в школьную программу в дедок входит, там выбираются лучшие. Все равно же у них чемпионат Японии средишкольников есть. Это у них традиционное основание. Притом в зал не забивать, когда чемпионат Японии средишкольников проходят. Я сама приходила на это, смотрела, когда раз в год вы проходите в круг на сценарии. В старший класс, когда выступает, допустим, наш школьник у них видит, что перспективный человек, такой трех, потому что такое было 48 килограмм. Я тоже просмотрели, предложили. Тогда она, когда я приехала, мне было на 21, она, получается, на 6 лет младше меня. Когда я в Ютубе выступала, у меня футбол стала третьей. Представляете, в тот момент она стала первой. А, на 15 лет. Представляете, возраст. Разница. И вот я, когда в школе ее заметили, представьте, она уже выступала. На Олимпиаде она 17 лет была, на азиатских игроках она выпала 16 лет, если не ошибаюсь, беззывая. Она не стала второй, 17 лет в возрасте. То есть это о чем-то говорит. И она вот выступает на соревнованиях, и перед тем, как идти, ей предложили к нам прийти в наш клуб. А они тоже, эти спортсмены, они грамотные. Они, вот, большие деньги тебе предлагают, но ты берешь там, где школа перспективна, где у тебя сильный тренер. И ей школу предлагают в институт. Притом, если она на себя поступает, ей деньги платить не надо за учебу. То есть там вход у них определенный идет. Она попадает туда, ей предлагают, вот мы тебе там помогаем в учебе, ты институт заканчиваешь, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Куча выгодных вариантов. Либо клуб предлагать, второй вариант из школы заканчиваешь. Клубе там-там. То есть спортсмены, они знают, они не потерянно остаются. Если человек высокого уровня, спортсмен, допустим, заканчивая спортивная карьера, ему обратно предлагают. Либо в институте учителем быть, преподавателем, либо куда-нибудь. У нас спортсмены заканчивают, они остаются как? Никому не нужны. И там вся система вот этой работы из лучших сюда берет лучшую. То есть, заметим, у них в одной весе мог бы по 3-4 человека быть на равных. 66 килограмм возьмите вес. Оба лидера. Да. Они равные. В данный момент у равных практически мало клавиат. То есть у них в каждом весе это идет. Присоцель у нас тоже так же был. Вспомните, волнует Хелесаху у нас в Присоцеле. Очень ровно ребята будет. Очень много народа. Хорошо, заканчиваем. Заканчиваем со спортом. Калюшка, на качество вы говорили. Переходим к жизни. Используете ли вы сегодня дзюдо как средство физической культуры лично для себя? Ну, для себя лично, по ходу, да. Потому что после дзюдо, как закончилась спортивная карьера, я поняла, что сравнила немножко физическим спортом заниматься. Если не заниматься для себя немножко, то потом проблемы с здоровьем. А что делаете? Ну, иногда бывает в тренажерных залах. Не, а именно дзюдо? А именно дзюдо иногда просто с младшими брэм показываешь, двигаешься немножко с ними. А так у нас же в 5-9 дней уходят, в 2-9 приходят, то есть люди будут группами. Даже находясь на потаре, немножко даже подвигаешься, уже просто большое дело. Раньше вообще выходила, то есть когда спорт закончил, я с ними тренировалась, боролась сама. Просто возраст все равно своей берет. Постоянно же невозможно. Трормируют. Ребята уже, они же не маленькие, они крупные. Тем более мальчики. Уже надо тоже понимать, какая бы техническая грамка не была. Хорошо. Займите по каждому упражнению дзюдо, которое можно использовать регулярно. Регулярно упражнение, наверное, это движение текучков. Текучков. С резиной. С резиной. Хороший вес тоже. Потихонечку двигаться резиной, во-первых, нетравматичнее, во-вторых, мышцы становятся эластичными. То есть и функционал поднимается, от этого. А я тоже кардио работаю, ты же двигаешься постоянно. Плюс мышцы обращаются. С тучкови тоже поднимаешь. Подводим. 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 Вы же сами говорили, что в свое время надо было отвечать и подталкивать. Ну, подводим подкаты, по которым мы рассказываем, подкатали. Комплексы упражнений, которые могут быть полезными. Быть полезным и есть полезным для и спортсменов высшего разряда, и тех, кто закончил, и вообще в повседневной жизни. Поэтому предлагаю вам подумать над этим. И как говорил Генни-Пух в одной из сказок, а время у нас еще есть. Хотя Генни не стоит на месте. Но время у нас еще есть. Время есть подумать. Время есть. Что посоветуете настоящим и будущим джудаистам? Какое дадите на кусте? На кусте я говорю, когда ребята на своих тренировали, я говорила, многие бывают в зал заход и боятся. Я говорю, не надо бояться. Такие же люди, как и вы. Две руки, две ноги. Кто-то психологически будет устойчив, тот и выиграет, говорю. Техно-тактическая база нужна. Бывает иногда на тренировке они вытворяют такие вещи, выходят в зал и все, давят в зал, давят в помещение. И они все забывают. То есть страх не должен быть. Страх он есть у всех, но надо уметь бороться. Уметь правильно выходить на соревнования и понимать, что они такие же люди, как и ты. И выкладываться на все 100%. Ну и последний вопрос. Как коллега коллеги, Зульфия, вот ты как, теперь уже моя коллега, ты вот назвала технико-тактической подготовки. А я вот, например, на первое место ставлю тактику. Ты как вот тоже, чтобы ты что-то поставил на первое место, вот, большого спорта. Тактика, умение побеждать соперника или техника? Ну, смотря как, если уровень определить слишком высокого уровня спортсмена, то, наверное, скорее всего, тактику. А если взять, допустим, тренинг уровень спортсмена, техника. Я говорю про большой. Про большой тактику. А уметь хитрить, уметь обманывать. Это про весь его, потому что база может у тебя большая быть, а ты головой с ней работаешь, ты просто горишь и теряешься на все. А тактика ты с работой по ладу. Хорошо. Ну и последний вопрос, который тоже мне очень нравится, я решил его задавать всем. Любители воспитывать. В каком плане? Да, да, да. Любители воспитывать, по-вести такой фолософски. У вас есть ученики? Есть. Что первично для вас, любители воспитывать? А, детей иметь в виду своих воспитанников. Смотря как, допустим, я считаю, любить и воспитывать по-своему, к ним одной, вот допустим, сейчас у ребят у меня старше, я к ним говорю, ребят, прежде всего я отношусь к вам, говорю, во-первых, как тренер, во-вторых, как мать. По-вторых, по-человечески, потому что вы можете делиться со мной со всеми проблемами, потому что это должно быть. У нас должно быть понимание. Вы должны мне доверять, я вам доверяю. То есть, если что-то с нами происходит, вы мне со мной делитесь. Это может информация между вами до конца оставаться, если вы что-то хотите с нас закрыть, как говорится. И плюс, одновременно я и массажист, и тренер во всем, как говорится, во всех лицах должно быть. То есть, любить, как вы говорите, этот, это как бы все в одном идет, оно не может быть одного из двух. Все в одном смешается. Вот, ну и заканчиваем, значит, хотя все в одном смешается, но главное, это джидо. Знаете, мы заканчиваем. У меня звонок. Да, я думаю, что сейчас звонок, все. Мы заканчиваем. Пора нам заканчивать. Спасибо большое. С вами был Планет Джидо. До новых встреч. Спасибо большое. Кому не понравилось, не смотрите. Кому понравилось, Анатолий Бондаренко вышел в эфир. Афанальс, не слышно.